Добрый вечер, дорогие друзья! Очень рада приветствовать вас в нашей студии на передаче «Еще не вечер» и у нас сегодня совершенно замечательный гость. ЧП районного масштаба, козленок в молоке, еще много-много-много всякого разного, вы сами все это назовете, Юрий Поляков, но, собственно, не нуждается в особом представлении. Замечательный драматург, человек с тонким чувством юмора и родитель нашего языка в том числе. Ну, мы давно знакомы с Юрием Михайловичем, делали несколько с ним интервью, достаточно жестких, я бы сказала. И вот такая вот предыстория нашего сегодняшнего общения. Значит, наверное, недели три назад уже когда-то там вдруг известный человек, бывший разведчик, да, или разведчиков бывших не бывает, господин Любимович что-то такое сказал по поводу того, что всем нам пора защищать наш русский язык. Какая-то пошла волна. Юрий Михайлович совершенно справедливо взбутился, говорит, а что это, когда Любимович говорит про язык, все так возмущаются, все начинают говорить, да, давайте, давайте, пора, пора. А между прочим, Поляков несколько лет назад сказал, что нам уже пора вводить языковую полицию, как-то так вы ее назвали, да. И мы решили поговорить о том, а надо ли нам на самом деле защищать русский язык, надо ли его спасать, или он сам вполне себе ничего. А из этой локальной темы пришли более крупные, поэтому сегодня мы по большому счету будем, наверное, говорить о культуре, о том, что происходит с ней сегодня. Ну, начнем все-таки с языка, да, Юрий Михайлович? Ну, я так подозреваю, что такие чуткие, значит, ломы, как сейчас принято говорить, лидеры общественного мнения озаботились русским языком, да, ломы, да, вот, судьбой русского языка как раз сразу после того, как по поводу защиты русского языка высказался наш премьер, господин Мишустин, понимаете, и как-то так сразу всех пробило. Вот. Но я вам хочу сказать, что я-то давно этой темой занимаюсь и писал об этом еще и в 90-е годы. Кстати, я вот как раз вчера закончил составлять здоровый такой том избранной публицистики для издательства «Русский мир». И как раз, ну, тексты читал и обратил внимание, что тема русского языка там где-то с середины 90-х у меня, даже пораньше. Вот. И в «Литературной газете», когда я работал главным редактором, тоже у нас специальная была рубрика, мы вот занимались этими вопросами и столкнулись, в общем-то, с бессилием общества перед теми, кто язык или искажает, или обедняет, или совершенно бесцельно и нефункционально насыщает его иноязычной лексикой. Расскажу в двух словах. Мы обратились с таким вопросом. А почему главная продовольственная площадка Москвы называется «Фуд-сити»? Это было еще лет 10-12 назад. Почему «Фуд-сити»? Это в Москве. Почему не «Пещеград», например? Чем «Пещеград» хуже? Ничем. И нам сказали, что ну да, действительно, но это коммерческая структура, мы им не можем навязывать. Только через суд. И мы тогда решили обратиться в суд с тем, чтобы потребовать от этой структуры, чтобы они, в общем-то, изменили название в соответствии с духом и буквой нашего великого русского языка. Взяли юриста, он изучил закон о языке. Все исследовал и сказал, что вы проиграете этот процесс. Потому что наш закон составлен так, что общество не может потребовать от коммерческой структуры и от государственной перестать искажать русский язык. Но дело в том, что если бы только речь шла о заимствованной лексике, дело в том, что… Ведь я не против заимствования лексики. В русском языке очень много заимствований лексики, как и в другом языке. Ее много, и она, в общем-то, необходима для развития языка. Ну, наверное, в каком-то процентном все-таки соотношения, нет? А во-вторых, заимствуется то слово, которое нужно языку. Ну, например, просто нет… Аналога. Да, нет слова, которое обозначает какое-то новое явление, новую техническую новинку какую-нибудь, понимаете? Вот. Ну, например, вот слово «клик» – кликнуть. Да. Значит, нажать кнопку там и вызвать нужное тебе, так сказать, вот, на дисплее материал, оно в русский язык вошло абсолютно и там, так сказать, поселилось, потому что, ну, во-первых, у нас такого слова не было, короткого и точного, а во-вторых, корень-то наш – клик, кликнуть. Ты кликаешь, так сказать, необходимую тебе в компьютере информацию. Ну, понимаю, да. Все, оно в русский язык вошло, его не надо оттуда изгонять. А почему вместо абсолютно логичного слова «прокат» автомобилей – «каршеринг». Появился «каршеринг». Какое-то монстрообразное слово абсолютно нам не нужно, у нас есть свой прокат. Зачем это? И таких слов очень много. Во всех, скажем так, развитых языковых системах вот этим отбором, точнее, экспертной оценкой. Отбирает-то сам язык, но экспертную оценку делают специальные структуры. Где-то это какой-то Королевский совет по языку, как в Британии, где-то это академия какая-то, где-то там еще кто-то. И, собственно говоря, у нас ведь для этих целей был создан целый совет по русскому языку при президенте. Но он не расформирован, вы хотите сказать? Нет, он не расформирован. Он благополучно существует уже не одно десятилетие. Туда входят уважаемые люди. И ответственным секретарем там долгие годы был советник президента по культуре Толстой Владимир. Но этого совета абсолютно не было ни видно, ни слышно. Как будто его нет. У нас два, так сказать, совета. Это по национальным проблемам и вот по языку, которых не слышно, не видно. Почему, мне непонятно. А как они должны работать? Они заседают и говорят, мы не будем использовать слово «каршеринг». Нет. Так как? Нет. Конечно, это делается не так. Значит, при этом в совете, конечно, должна формироваться комиссия, в которую должны войти видные лингвисты, писатели, журналисты, общественные деятели. Те, которые непосредственно работают, так сказать, с языком. И они, ну, экспертный совет. Когда, скажем, вот возникает, как у нас в Фудсити, да, мы обращаемся. Вот мы считаем, что это глупость. Но мы же не называем наш новый, там, скажем, авианосец взамен Москвы, допустим, мы же не назовем его «Нью-Йорк» и «Вашингтон». А почему там Фудсити? Мы пока этого не знаем. А почему нет? Нет, у меня одна знакомая, например, иностранка. Она приехала, она страшно смеялась. Мы ехали из аэропорта, и вдруг она начала хохотать. Я говорю, что она говорит, я только что поняла, что написано у вас на плакатах. Там хаос. Она, значит, у себя там прокрутила это слово, она говорит, а почему у вас так написано? Я говорю, а что же в этом смешном? Она говорит, это все равно, что у меня в Канаде было бы написано, что продается изба. Ну да. То есть она вот так это прокрутила. Говорит она по-русски очень хорошо, естественно. Ну вот об этом и речь, что там как раз следят и во Франции, и в англоязычных странах, и в немецкоязычных странах. Там следят за тем, чтобы на афишах особенно, так сказать, не появлялось, на вывесках. У нас этим не занимается никто. Поэтому, естественно, совет по русскому языку, он здесь должен выступать как генератор идей и организатор. А, естественно, конечно, это должны выполнять на местах, так сказать, в департаментах культуры должны быть созданы такие, грубо говоря, опорные пункты русского языка. Знаете, был такой опорный пункт правопорядка. Опорный пункт русского языка. ОПР. Не плохо. ОПР не очень. Вот, значит, но при этом сложатся потом. И, так сказать, человек завел какой-нибудь ресторан и написал там, значит, латинице какую-нибудь ересь. Ему тут же позвонили и сказали, дорогой товарищ, вот придумай, пожалуйста, так сказать, нормальное название, которое не будет оскорблять слух, так сказать. Не как анекдот, а чистая правда из жизни. В 90-е годы у меня знакомый работал в маленькой фирме, которая занималась оказанием каких-то услуг типографического плана, какие-то визитки. Назывался это ОАО «Гельминт». Я смеялась, как сумасшедшая, когда это узнала. А хозяину очень слово понравилось. Но мысли посмотреть, что это значит, ему в голову не пришло. Но это «Гельминт» существовал в течение многих лет. По-моему, это ужасно смешно. Вот так. Вот, значит, вот эта проблема, проблема засорения языка совершенно ненужной, нефункциональной иноязычной лексикой. Это связано с некоторыми моментами. Это последствия того компрадорского курса по встраиванию, так сказать, России в англо-саксонскую, так сказать, цивилизацию, которую вот в 90-е годы предпринимали те люди, которые тогда, значит, руководили страной. От него сейчас отказались. Тогда это было нормальное насыщение, потому что они наши старшие братья, мы должны знать их язык, и чем больше будет у нас, чем больше будет в русском языке понятных им слов, тем лучше. Это первый момент. Второй момент связан с тем, что значительная часть нынешнего чиновничества, оно у нас, как правило, наследственное, сформировано из тех, кто в 90-е годы учился за границей, в основном в англоязычных странах. И когда они вернулись, и здесь и приступили к исполнению наследственных обязанностей в нашем государстве российском, естественно, они не чувствовали, грубо говоря, этих слов, посторонность этих слов. Они им казались нормальными, потому что они по-английски говорили лучше, чем по-русски. Филипп Михайлович, но сейчас вам могут возразить, скажите, что вы, как говорится, перебираете харчами. Вы говорите, какой-то каршеринг, маршеринг, вот вам вот это не нравится. Можно выйти сейчас из редакции, и первое, что мы услышим, это будет мат. Да? Это другой разговор. Это другой разговор. Но разговор все равно в языке. Поэтому разговор все тот же. Мы к этому вернемся, это совершенно разные проблемы. Вот здесь, понимаете, я прихожу на какое-то мероприятие, так сказать, значит, московского масштаба, там, организованное соответствующими муниципальными структурами, и вот я вижу там объявление, значит, секция. Мониторинг менторинга. Это даже круче, чем коллаборация. Это мое новое слово. Мониторинг менторинга. То есть, переводя на русский язык, обзор наставничества. То есть, обзор форм наставничества. А что, нельзя так сказать? Что за бред? Это вот... Я-то, честно говоря, надеялся, что с началом СВО, ну, когда стало понятно, что нам, как говорится, с англоязычным миром не по пути, исторически. Ну, хотя бы какие-то включаться механизмы защитные. Нет. Все по-прежнему. Все тот же мониторинг, менторинг, все те же, так сказать, вывески и так далее. Поэтому людям, которые этого не понимают, и которым просто жаба душит, чтобы поменять эту вывеску, понимаете, там, так сказать, в уставных документах поменять название. Ну, им надо помочь. Просто надо помочь им, подсказать, что, знаешь, вот, ну, вот еще пусть мещишка повисит, вот эта твоя идиотская вывеска, так сказать. А потом мы начнем тебя просто штрафовать. И я вас уверяю, что после первого штрафа все вдруг возлюбят русский язык, как родной. Ну, знаете, я первый раз, когда получила приглашение на коллаборацию, я тоже смеялась очень сильно, потому что в голове тут же всплыли эти воспоминания фотографий. Франция, Париж, значит, и там помидоры, эти женщины несчастные, стриженные, там, и так далее, и так далее. Коллаборация. Но оно же живет, оно же прижилось, оно же используется в документах навязчиво. Хотя слово жуковатое. Или, например, любимое, ну, в нашей профессии любимое и страшное слово дедлайн. Мы его все боимся. Но мы не задумываемся о том, откуда это слово пришло в язык. А вообще-то мы все, наверное, мы узнаем, как называлась та самая линия в концлагере, за которую нельзя было переступать. И, ну, с другой стороны, слово прижилось. Здесь ничего не поделаешь. Ну, понимаете, вот для этого и нужны, как говорится, усилия специалистов, которые посмотрят, которые скажут, ладно, это прижилось, не будем трогать. А вот это вот, пока оно, так сказать, по-идиотски не прижилось, давайте-ка мы его все-таки, значит, заменим на наше, так сказать, или русское, или давно заимствованное, так сказать, уже прижившееся какое-нибудь греческое, латинское. У нас же есть же такая обжитая, иноязычная лексика, которую мы уже не чувствуем как иностранную, мы ее уже чувствуем как свою. И вот это один момент. Второй момент связан с тем, что не чувствует языка. Вот не чувствует языка. Даже вот в каких-то нормативных документах вводят в документы оборот какое-то новое слово. Ну, дорогие друзья, ну отдайте в институт русского языка, значит, на экспертизу вот какое-то слово. Вот вы решили, например, ввести в такой деловой язык слово поселение. Не село, не селение, а поселение. Ну, вы отдайте, значит, вот институт русского языка, и вам напишет доктор на уши, скажет, дорогие товарищи, нежелательно вводить это слово, потому что оно в русском языке имеет отчетливую, отрицательную коннотацию, так как это были поселения, арахчейские поселения, ссыльнопоселенные. То есть это связано с тем или иным ограничением свободы, урезыванием, так сказать, прав гражданских и так далее. Вам это надо? Вам это не надо? Нет, никому в голову не пришло проконсультироваться, значит, с специалистами, и у нас теперь во всех документах поселение Внуковское. Вот я живу в поселении Внуковское. Какого испуга? Я срока не мотал, так сказать, меня не расконвоировали. Почему я живу в поселении? Что за чепуха? Вот и таких очень много. У вас не поселок, да? Нет, у нас поселение Внуковское. Вот я вот арахчейский солдатик на поселении. Поэтому и такие вещи, то есть должна быть государственная, лингвистическая, экспертная комиссия, через которую должны проходить вот эти новшества, какие-то документы, так сказать. Но иногда читаешь какой-то документ, но он не по-русски написан. Там не только слова не русские. Но есть же русские административные. Там и синтаксис нерусский, понимаете? Конечно. Вот и так далее. И пунктуация нерусская. Для чего у нас существуют академические институты, для чего у нас совет при президенте? Ну вот я сейчас надеюсь, что сейчас, так сказать, новое пришло в эту структуру руководства. Насколько я знаю, совет по русскому языку Елены Импольской будет возглавлять. Но я надеюсь, что там вот... То есть возглавляет президент, я имею в виду, будет, так сказать, как бы координатором. Вот. Теперь к вопросу о мате. Да. Понимаете? Вот. Тут я вам хочу сказать такую вещь. Я, например, категорически против мата в литературе. Вы имеете в виду в книгах? Да, в книгах, в художественной литературе и так далее. Я считаю, что если писатель не может с помощью цензурной лексики вызвать у читателя ассоциацию с нецензурной, ненормативной лексикой, то он просто плохой писатель. Он не владеет русским языком. Хочется попросить примеров. Ну, я пример не буду, так сказать. Ну, например, если я использую слово пустобол в определенном контексте, все понимают, что я имею в виду. И таких примеров очень много. Нет, хорошо. А если вы не умеете это делать, а что вы в литературе-то делаете? С таким владением, так сказать, русским языком? Вот. Это первый момент. Это я категорически против. И все эти мне разговоры, что вот это снижает экспрессивность литературы и так далее, это чепуха. Вот. Я, кстати, когда пришел в литературную газету, мой первый, значит, приказ по редакции был следующий. Запретить использование на страницах литературной газеты старейшего издания, основанного Пушкиным и Дельвегом, нецензурные лексики. А что, раз такое было? Да, да. Да ладно. Да, активно использовали. Вот. Значит, и запретить конструкцию в Украине. Надо писать по-русски на Украине. Ну, это ладно. Вот. Ко мне пришла, так сказать, заведующий отделом, пришла, точнее, заведующий отделом литературы, сказал, а если это будут гениальные стихи, вот по уровню Бродского. Бродский же использовал нецензурную брань. Гениальные стихи, но там будет нецензурная брань. Как мы поступим? Я говорю, знаете, Алла. Она сейчас, кстати говоря, уже представляет семейство иногентов. Значит, я говорю, знаете, Алла. Я говорю, если это гениальный поэт, у него, наверное, не одно гениальное стихотворение. Ну, по меньшей мере, пять. Вот давайте мы напечатаем четыре его гениальных стихотворения, в которых нет матершины, а пятые пусть он отдаст новый мир. И все. Проблем нет. И все, так сказать, и проблема, и все 16 лет с половиной, которые я возглавлял газету, у нас проблемы с матершиной, так сказать, не было. Сейчас, конечно, с этим стало, значит, строже. Появилось так называемое целлофонированное, так сказать, значит, целлофонированное издание. Появилось, значит, 18+. И так далее. Это что касается литературы. Теперь я вам хочу сказать, что касается быта. Вот. Тут давайте мы сознаемся откровенно. Потому что, ну, сказать, я не ханжа и так далее. Если бы мат можно было изгнать из русского языка, ампутировать, то это давно бы сделали. Но он в языке занимает определенное функциональное место. То, что он возник, появился и никуда не девается уже столько, так сказать, значит, столетий и даже тысячелетий, говорит о том, что он в языке выполняет определенную функцию. И мы единственное, что ему можем сделать, это мы можем изгнать его из, как бы, публичного и, ну, грубо говоря, такого, ну, открытого пространства. Ну, грубо говоря, выматерился, так сказать, в трамвае на кого-то. Выходи, строиться. Такой закон есть. Да. Это правильный закон. Значит, но запретить людям, как бы, крепко выражаться в мужской компании. Нет, ну, об этом мне идет речь даже. Вот, другое дело, когда я вижу трех девочек, лет 14, которые идут по улице, им матерятся, как извозчики, было такое раньше выражение, ну, потому что у извозчиков была нервная работа, и когда кто-то бросался им под колеса, естественно, они ему говорили, не господин, прошу вас, так сказать, соблюдать правила. Вот, значит, ну, вот с этими девочками, конечно, надо, так сказать, проводить работу им, объяснять. Нет, вы понимаете, вот мы же начали говорить о культуре. Вот я помню, отлично, у меня была очень простая школа. И, естественно, наши мальчики ругались и так далее, и так далее. Но, например, вот в этих условиях, при том, что они ругались, и очень многие из них у нас из пяти классов два всего набрали для тех, кто пошел в девятый-десятый класс. То есть от всех было совершенно колоссально. Ребята пошли в техникуму, в ПТУ, ничего в этом плохого нет абсолютно, но было табу. Они никогда не ругались матом при нас, при девочках. То есть это было запрещено, этого не было. Это было невозможно, немыслимо совершенно. Сейчас они идут совершенно спокойно вот этой компанией, как вы правильно говорите, да, там 12-14 лет, они разговаривают матом. Совершенно это невытравляемо, мне кажется, уже. С этим ничего нельзя сделать. Слушайте, все решаемо, все решаемо. И опять я хочу сказать, что вот этими вещами должно заниматься государство. Потому что только государство с помощью своих ресурсов, оно может, скажем, вернуть моду на серьезное чтение. Просто на это должны работать государственные телеканалы, программы и так далее. Можно с помощью каких-то, так сказать, кинофильмов таких воспитательных, каких-то тонких, так сказать, пропаганды, скажем, вот моду на чистый без матершины русский язык. Это можно сделать. Ну, это для элиты уже. Почему для элиты? Не только, но ведь когда там, скажем, в фильме видят, что какая-то там актриса, она хорошо одевается, у нее, так сказать, хорошо лицо прорисовано, она, как говорит, начинает подражать. Понимаете? И вот, включив механизмы подражания, можно, скажем, внедрить, не всем, конечно, не все на это, но многие поведутся, потому что сейчас мода. Ведь они же матерятся не потому, что они такие черные в душе. Они, может быть, невинны, как вообще иорданские голубицы еще. Это модно. В молодежной среде так говорить модно, иначе тебя за белую ворону примут. А ведь можно перевернуть моду и сделать моду на такую чистую, безбранную речь. Но этим надо заниматься. Надо продумать методики. Надо заказывать идиотские сериалы про ментов, потому что это невозможно уже. Уже непонятно, на одном канале он следователь, на другом бандит, на четвертом наркоман, на пятом шпион. Один и тот же актер. Плохой причем. Вот на что надо, так сказать. Ведь существует определенное воспитательное подростковое кино. Оно у нас существует? Существует в мире, как жанр. У нас оно не существует. Потому что у нас абсолютно убита детская и юношеская литература. Премия за детскую и юношескую литературу президентская есть, а детская и юношеская литература практически за исключением десятка талантливых, так сказать, писателей, как структуры нет. Из-за того, что нет литературного материала, а сценарий – это всего-навсего пьеса для кино. Мой учитель Габриилович Евгеньевич, с которым мы писали, я писал свой первый сценарий, мне так и говорил, что, Юра, сценарий – это литературный жанр, это пьеса для кино. Пьеса – это пьеса для театра, а это пьеса для кино. И поэтому была хорошая детская и юношеская литература, было детское и юношеское кино, была студия Горького, она как называлась? Центральная студия детских и юношеских фильмов имени Горького. И они выпускали в год десятки фильмов. Если не больше. Да, если не больше. И хорошие были, замечательные там фильмы. Но поскольку была детская и юношеская драматургия, тюзам и молодежным театрам было что ставить. Понимаете? Было что ставить. Это были хорошие пьесы, но главная в них была дидактическая функция, воспитательная. Потому что в тюзах главное именно воспитание. Человек, который придет в тюз, значит, он с детей приведет. Они должны уйти оттуда с каким-то нравственными посылами, новыми нравственными представлениями. Я еще лет 10 назад предложил для тюзов объявить конкурс для тюзов на пьесу под условным названием «Юность гения». Потому что в этом возрасте как раз очень интересует, а какими были детьми и подростками великие люди. Понимаете? Я бы сам с удовольствием посмотрел пьесу про юность, детство, юность Гагарина, Жукова, Пушкина. Но вот есть, кстати говоря, о детстве Пушкина есть малоизвестная пьеса Платонова «Лицеисты». Она идет, по-моему, в сфере в Москве. Если до сих пор идет, я там ее видел. А сейчас нет практически детских юночных пьес. Они ставят черт знает что. Я пару раз попал в московский тюз, я просто вышел, у меня уши горели. У меня, в общем-то, у взрослого и кое-что повидавшего в жизни человека. Понимаете? То же самое московский молодежный театр. Та же самая история. Вот. И этим кто должен заниматься? Ведь на тюзы и молодежные театры выделяются государством деньги. У нас, кстати, самоокупающихся театров нет вообще. У нас все театры существуют за счет казны. Государство может спросить за свои деньги? Нет, оказывается. Когда я был представителем общественного совета Министерства культуры, я к тогдашему министру, значит, с предложением, значит, обратился. Я говорю, давайте выпустим циркуляр, в котором обяжем театры страны иметь в своем репертуаре хотя бы две пьесы современных авторов. Потому что чуть ли не в половине театров самый современный, так сказать, значит, драматург – это вампилов, который утонул полвека назад. Ну, да. Понимаете? Ну, хотят ставить, неинтересно им. А зрителю-то интересно. Ведь и Островский, и Гоголь, и Булгаков, и Чехов, и Горький – они когда-то были суперсовременными авторами. Естественно. А потом стали классиками. А откуда появятся новые Горький и Чеховы, если у нас практически в театрах современная драматургия не идет? А если идет, то это такая чепуха, которую просто стыдно смотреть. Ну, новую драму я имею в виду. Вот. И что мне ответил этот министр, так сказать, который, кстати, хорошим был министром. Значит, он мне сказал еще, Юрий Михайлович, да я бы с удовольствием. Но мы по закону не имеем права ничего рекомендовать и навязывать театрам. Я говорю, а деньги мы имеем право им платить за провальные спектакли? Он говорит, не только имеем право. Мы обязаны им финансировать провальные спектакли. Ну, это сказать, клиника просто. Клиника. Так она же не изменилась. При Любимовой в этом смысле ничего абсолютно не сделано. Вот. Но есть один такой приятный, значит, момент. Нашей Национальной Ассоциации Драматургов, которую я честь имею возглавлять, с третьего захода, с третьего захода, наконец, дали грант на проведение конкурса на лучшую пьесу для детей и юношества. И вот мы уже стартуем сейчас в конце лета. Если нас драматурги с вами, значит, смотрят и слушают, вот, значит, присылайте к нам вот на этот конкурс, и пьесы-победительницы будут вот рекомендованы для постановки в детских и юношеских театрах. Там бы еще хорошо бы, так сказать, просто поменять главных режиссеров, чтобы они понимали, что они руководят не шалманами, так сказать, где, значит, самовыражение без берегов, а они руководят фактически детскими учреждениями. Потому что ТЮЗ – это такое же детское учреждение, как детский сад, как школа. Нет, я понимаю, как дворец там. Да, как дворец пионеров. И странно было бы, если бы во дворце пионеров, так сказать, выходил бы, не знаю, какой-нибудь консультант или организатор, и там нес матершину. А ведь матюги со сцены ТЮЗа закончились совсем недавно, просто на что вышел закон. И людей просто за это могут в тюрьму попечь. А до этого – за милую душу. Так вы хотите сказать, что так по всей стране с театрами? Да, абсолютно. То есть есть, конечно, исключения, но это именно исключения. А так везде. То есть дело в том, что назначая художественных руководителей на ТЮЗа и молодежные театры, акцент на, грубо говоря, мировоззрение человека, на его понимание детской и юношеской психологии и задачи, так сказать, воспитания детей и юношества, акцента не делали. А вы знаете, вот он неплохо поставил спектакль в золотой маске. А помните, там герцог выходит, из него штаны спадают. Помните там? Да. Вот мы его назначили в ТЮЗ. Вы знаете, он талантливый человек. Может, он и талантливый человек, но не для ТЮЗа. Вот о чем разговор-то. Вообще, надо сказать, у нас нет, как вам сказать, не то что культурной политики, нет вообще логики в том, что делается. Вот я вам приведу такое, ну, в сфере такой информационной культуры, я вам приведу совсем недавний пример. Вот был замечательный концерт из Болдина к юбилею Пушкина. На пруду там сделали такую плавающую сцену и так далее. Как, кстати, ну, это не первый раз, но на воде смотрится все хорошо. Грушинский фестиваль, они такой на гитаре плавающей в Волге проводили. Я там был представителем оргкомитета несколько лет. Вот. И, ну, во-первых, первое, что меня резонуло, вот мне непонятно, почему такие пафосные мероприятия, как юбилей Пушкина, День Победы, 22 июня, так сказать, ведет Малахов. Понимаете? Ну, голова-то должна уработать у тех, кто занимается информационным пространством. Я не против Малахова. Он по-своему способный человек. Но он намертво в общественном сознании уже связан с большой стиркой, с вытряхиванием грязного белья и так далее, и так далее. Вы что, не можете найти ведущего, по крайней мере, с нейтральной харизмой? С нейтральным, так сказать, как бы, вот, имиджем, извините, меня опять заняруют, обликом, обликом, да, морали. Обликом морали. Да, да, вот. Зачем вы нам суете, человек, вы специально хотите, вот, чтобы я смотрел, значит, минуту молчания в связи с, так сказать, Днем Скорби, 22 июня, и вспоминал большую истирку с этими всеми этими ложными беременностями звезд. Зачем вы это делаете? Человек ассоциативно воспринимает все. Это первый момент. Второй момент. Вот, значит, я, так сказать, смотрю, смотрю, думаю, а когда же прочитают самое актуальное сегодня стихотворение Пушкина? «Любитника об России». Правильно. В которой есть такие строчки, которые, ну, просто ложатся, вот, это, в принципе, наш президент, он сегодня говорит словами Пушкина. Ну, только Пушкин, конечно, это есть Пушкин. Так посылайте же ведь своих озлобленных сынов, это к вопросу о посылке к нам, так сказать, французских легионеров, есть место им в полях России среди нечуждых им гробов. Так что вы думаете? Это стихотворение не прочитали. Это позиция. Это позиция. Потому что ничего актуальнее у Пушкина сегодняшнего дня нет, потому что наша страна ведет специальную военную операцию. Но те, кто организовывали это, они же сознательно не включили это стихотворение. Потому что это такие, так сказать, спящие коммерческие пацифисты, которые ждут своего часа. И они определяют сегодня, к сожалению, вот такие, не весь эфир, не весь эфир, вот, но вот такие культурологические вещи определяют, к сожалению, именно они. Вот. И кто может это, так сказать, изменить? Ну, это своего рода ждуны вы хотите сказать? Ждуны, да. Ждуны. Я их называю, значит, коммерческими пацифистами. Которые... Им сейчас приказано выжить, усидеть на своих должностях. Поэтому они начали мимикрировать. Вот. Значит, и... Я просто вижу там... Я там знаю одного театрального деятеля, который еще два года назад запрещал со сцены своего театра актера поздравлять зрителей с 9 мая. Он говорит, да. Сильно. Да. Он говорил, что не надо, из театра делал, так сказать, политическое шоу. А, значит, теперь он, так сказать, весь, значит, такой патриот. Но цена-то такому патриотизму грош. Грош. Вот. И почему этого не видят, не понимают, мне трудно. Мне трудно сообразить. Но все-таки какие-то, чтобы совсем не было ощущения, что все плохо. Потому что в России никогда все плохо не было, даже когда очень плохо было. А сейчас раз не очень плохо. Ну, вот, например, принято решение и выделены деньги на учреждение новой литературной премии. Зваться она будет «Слово». Значит, это будет премия Союза писателей России. Стыдно, я даже не слушала. Да. Она создана в противовес большой книге, которую уже только ленивый не критиковал, и которая из всего потока той литературы, которая у нас пишется, у нас есть талантливые писатели, выбирает вот только то, что или как-то, так сказать, бросает тень на нашу страну и наш народ с грязцой такой, знаете, или какое-то абсолютно аполитичное, как будто написанное марсианином, который там походил немножко по Москве, и вот роман отчебучил, понимаете. Ну, это все уже знают, ну, так сказать, она существует, как говорится, и не в зуб ногой. Но в свое время, где-то в году 2011-2012, я по просьбе, между прочим, администрации президента, тогда на базе литературной газеты, это был главным редактором, мы создали как раз в противовес большой книге премию за верность слову и отечеству имени барона Дельвига, который был основателем литературной газеты. И она выходила, по-моему, три или четыре сезона, набрала очень, так сказать, высокие рейтинги, у нас была большая по тем временам, так сказать, премия, тогда мы миллион давали, но миллион в 2012 году. Это вот золотой Дельвиг в Руссии. Да, да, золотой, серебряный Дельвиг, да, да, да. Вот, и она набрала, значит, вес, стал реальным противовесом большой книги. Писатели вдруг с удивлением через 20 лишним лет после изменения политического строя поняли, что, оказывается, из-за патриотических взглядов можно премии получать и не только за антипатриотическую, как это делает большая книга. Но тут произошла смена караулов в администрации. Те люди, которые, так сказать, инициировали эту премию, попросили меня организовать, они пришли на другую работу, пришли новые люди, которые тут же нашу премию закрыли. Они просто перестали ее финансировать, оставив опять большую книгу без оппонентов. Я полагаю, что специально они это сделали, но специальная военная операция, она многое поменяла, и вот принято было решение, что все-таки надо вот такого оппонента большой книги возрождать. Примените к премии слово, а судьи кто? Судьи, вот как раз должно состояться, значит, такое учреждение ее, будет специальная пресс-конференция в ЭТАРТАС, где будут и учредители, наши вот Национальные ассоциации драматурных соучредителей. Да, это вот-вот будет. И там как раз во многом воспроизводится структура вот этого золотого делвига или за верность слову и отечеству, называется он слово, и там тоже будет, там будет три, у нас было больше номинаций, там будет три номинации, значит, за вклад в литературу. Три места тоже золотое, серебряное, бронзовое, как было у нас в Дельвиге. Три миллиона, два миллиона и миллион. Это очень прилично. Вторая премия за художественный перевод, что очень важно. Мы в свое время были единственные, которые давали за художественный перевод. Там будет два миллиона, миллион и полмиллиона. И молодым писателям там, по-моему, будет миллион, полмиллиона и 250 тысяч. Это очень прилично. Вот. Я надеюсь, что она как-то вот снова, ну, вдохновит писателя. Обычно тут у нас писатели патриотически настроены. У нас же те, кто стал инагентами, их мало. И, знаете, когда... Ну, их уж нет. Да. И когда там вот их начинают ругать, я говорю, слушайте, говорю, а за что вы их ругаете? Они ведь... Вот можно ругать перевертышей, которые там были такими, пели осану существующей власть, потом нет. Они всегда к России относились плохо. Они всегда ее ругали. Они всегда были к ней несправедливы. Они всегда эту тему Родины игнорировали. Они всегда такие были. Просто 30 лет за это давали премии, ордена, звания. У нас кто стал первым в области культуры, полным кавалером за заслуги перед Отечеством Ордена? Не скажу. Геннадий Хазанов. Где сейчас Геннадий Хазанов? Никто не знает. Вот. Так что они себя как раз... Они вели себя последовательно. Просто они очень удивились, что вот за эту нелюбовь к Отечеству вдруг перестали платить деньги здесь. Они решили, что будут платить деньги там. Но выяснилось, что там за нелюбовь к России, если их готовы платить, то очень недолго и очень мало. Это для них был большой сюрприз. Почему вот это? Ну, кстати, Геннадий Викторович, по-моему, открыли театр эстрады после Долгого. То есть он появлялся, он здесь и, по-моему, все как есть. Ну, я не знаю, может быть, он здесь, но только я не слышал, так сказать, от него ни слова о специальной военной операции. Ну, это я тоже не слышала. Ну, вот. Понимаете? А я считаю так, что если ты не разделяешь, так сказать, значит, грубо говоря, политику партии и правительства, то не надо работать на государственной должности. А руководитель театра – это государственная должность. Ты чиновник. Понимаете? Чиновник. Ну, здесь не подпоришь. Пусть в сфере культуры. Пусть в сфере культуры. А почему же такая все-таки вот эта нелюбовь – это удивительно. Слушай, у нас такая страна замечательная. Я тоже не понимаю. Вы знаете, это называется психологией, есть такой феномен. Он называется автофобия. Это нелюбовь ко всему своему. Вот автофобия. И она же не только в России есть. Автофобы есть везде. Это такой тип психического отклонения. Это не болезнь, но отклонение. Потому что, в принципе, любить свою родину – это нормально. Не любить ее – ненормально. Другое дело, любить и иметь к ней претензии – это любить как идиот, ничего не видя. Это тоже ненормально. Но вы же тоже ее любите, да любите с претензией. Конечно. Но есть люди, которые просто не любят ее. Они любят. Они вот считают, что им не повезло, что они родились в России. Они еще какую-то русскую, так сказать, литературу, ну, за ее вершину принимают. А, скажем, русскую государственность – нет. Ну, хорошо. Но, пожалуйста, взяли и уехали. Ну, понимаете, еще раз говорю, кто-то уехал, кто-то так и сделал. Но многие же понимают, что столько, сколько они зарабатывают здесь, значит, они не будут нигде. Тем более, что, еще раз повторю, 30 лет за автофобию у нас платили деньги, давали премии, звания, театры, руководство, журналы, издательства, газеты и так далее, и так далее. Но это понятно. Тогда страна встраивалась в компрадорский, так сказать, курс. И для того, чтобы объяснить, а зачем нам становиться, так сказать, этими клиентами или лакеями, так сказать, другой цивилизации, говорили, ну, у нас цивилизация неудачная. Мы же тупиковая цивилизация, нам ничего остается делать. Поэтому эти люди были востребованы. Юрий Михайлович, а вот сегодня я с утра прочла такую информацию. Там был опрос, проводил его канал, не канал, а цифровое телевидение. И опросили, что-то много народу. Россияне, если я не путаю, от 14 до 60 лет, но приличное количество человек. И они 64% вот этой массы человеческой высказали недовольство тем, что у нас, например, нет фильмов, которые каким-то образом не то, что пиарят какие-то там рабочие профессии и так далее, а вообще способствуют определению, самоопределению там жизненного пути для молодого человека. То есть как-то его куда-то наталкивают, там подталкивают и так далее. То, что, кстати говоря, в Советском Союзе это было очень даже развито. И из всех фильмов последнего времени были названы в позитивном смысле, в этом смысле позитивно. Это был сериал «Склифосовский», который подталкивал к занятию медициной второй, не помню место, а третий был «Майор Гром», как это ни странно, но тем не менее правоохранительные органы и вот такой наш там рыцарь, который стоит на посту наших там интересов. А что происходит с нашим кино? Ну, с кино что происходит? Ну, опять-таки, я хочу напомнить, что у нас все кино существует за счет государства. У нас практически фильмов, но, может быть, за речащим исключением, которые окупили расходы в прокате, нет. Если есть, то это просто единицы, которые как такую погрешность можно не учитывать. Это первый момент. Но это еще связано с тем, что у нас система проката уже была разрушена в свое время. Вот, ее только сейчас восстанавливают с большим трудом. Это первый момент. Второй момент. Выросло целое поколение, даже не одно, режиссеров, которые не воспринимают позитив в принципе. Они считают, что талант в кино – это умение, так сказать, выискать, абсолютизировать, довести уже до такого абсолютно не вменяя его состояния любой негатив. Это вот Звягинцев, так сказать, типичные моменты. Причем идут на любые ухищрения. Вот мало кто знает, что ведь фильм, значит, Звягинцева «Елена», он поставлен по сценарию английскому, написанному на английском материале, где в основе семья иммигрантов. Вот. Там эта Елена, она там из семьи иммигрантов, которые вот таким образом с таким достойным, значит, выходцем из, ну, таких благородных слоев Британской империи, вот расправляется ради своих вот этих размножающихся, как кролики, значит, внуков и так далее, и так далее. Вот. И там никто это ставить не стал. И Взвягинцев поставил это автоматически, перенеся, значит, на нашу русскую почву. Причем там даже эти нитки торчат. Он даже эти нитки не убрал. Ну, дорогой мой, ну, ты для кого ставишь фильм-то? Ведь сценарий – это основа фильма. Если сценарий ложный, то все, уже фильм, так сказать, не получится, каким бы талантливым режиссер ни был. Вот это заточенность на негатив. Потому что это продолжается, это компрадорское мышление. Мы должны доказать народу, что мы тупиковая ситуация, что он народ неудачник. И его единственный выход жить нормально – это встроиться на вторых-третьих ролях вот в эту, так сказать, западную цивилизацию. Вот, понимаете? И именно с таким сознанием 30 лет воспитывались, так сказать, режиссеры. Поэтому сейчас среди них найти режиссера, который действительно может снять хороший, талантливый, добрый фильм, там, я не знаю, о юноше, обдумывающем житье, там, о девушке, которая ищет там себя, там, и так далее, и так далее. Ну, их просто единицы. Они есть, но их очень мало. А кино все-таки это, ну, конвейер. Таких фильмов должно быть много, потому что шедевры случаются редко. В основном это идет такой нормальный, качественный, так сказать, такой вот общий поток, который должен быть сделан профессионально. Хотя бы один раз, чтобы его можно было досмотреть. Потому что, как, ведь что становится классикой? И в литературе, и в кино, и в драматургии становятся пересматриваемые пьесы, пересматриваемые фильмы и перечитываемые книги. Но их всегда единицы. Почему одни книги перечитываются, другие не перечитываются, а одни фильмы пересматриваются, другие не пересматриваются, это загадка. Но для того, чтобы вот эти получились вершины, должен быть на очень хорошем уровне общий, так сказать, профессиональном уровне общий поток. Вот. А у нас, к сожалению, этот общий поток состоит из, значит, звягинцев, звягинцевых только калибром поменьше. И талантом пожиже. Потому что, конечно, звягинцев человек одаренный, с этим никто не спорит. Картинку он делать умеет. А вот говорят, что сейчас время ремейков, но я, честно говоря, устала от них уже. Потому что я, правда, фильм «Противостояние», который сейчас переснимают с Гуськом и Вдовиченком, я очень хочу посмотреть. Но вы вот мне сказали, когда мы шли сюда, что кто там, мы с фильмом собирались? Культ принял программу о том, чтобы снять вот такие ремейки 20 самых, значит, самых известных советских фильмов. Ну, типа броненосец с Потемкиным, понимаете? Вот. Типа «Летят журавли» и так далее. Господи, а зачем? Да. Шедевров. То есть там сказали, что ремейки шедевров. Ну, глупость уже заключается в том, что шедевр не может быть ремейка шедевра. Конечно. Потому что он потому и шедевр, что там сошлось каким-то загадочным образом все. И литературная основа, и режиссур, и подбор актеров, и там музыкальное оформление, работа художника. И все это. И случилась синергия. И отсюда получился шедевр вот с этой загадкой, когда ты смотришь этот фильм. Даже обсуждать, конечно. И ты говоришь, подожди, но это, в принципе, он такой же, как все. Почему же меня вот трясет от этого фильма, конечно, мурашки? Потому что это шедевр. Вот. И сделать ремейк шедевра, это то же самое, как сказать жене. Знаешь, вот у нас, значит, вот дочка, вот предыдущая, так сказать, вот дочка, она красавица, и вот она стала «Мисс Москва-2024». Вот давай мы с тобой не будем пить две недели алкоголь и сделаем ремейк нашей дочке. Понимаете? Оригинально. И никто не знает, что у вас получится. То, что у вас, то, что вы хотите, точно не получится. Это выброшенные деньги. А ведь это же дорогостоящая вещь. Вы лучше снимите 20 фильмов о том, что волнует сейчас людей. Снимите фильмы о судьбе человека, вернувшегося со специальной военной операцией без ноги. Да? И как он устраивается, так сказать, в этой жизни. О женщине, которая не дождалась со своего своего, так сказать, как она выживает и с какими она трудностями сталкивается. Снимите, так сказать, о проблемах миграции, так сказать. Но это же намного сложнее. Конечно. Конечно. Это сложнее, ответственнее. Надо чувствовать эпоху. Надо понимать запрос зрителя. Надо понимать, что можно, что нельзя. Потому что ведь кино, как и литература, это не механический перенос реальности на экранную плоскость или на страницу. Это очень сложное преобразование той реальности, в которой мы живем. А как это взять «Летят журавли»? Мы с вами говорили перед эфиром о том, что вот прекрасный поставил спектакль Андрея Житинкина в Малом театре. Его можно критиковать, можно по-разному относиться, но в общем и целом я ему напрямую была очень благодарна за этот спектакль. Если взять сейчас современных артистов, какие бы они не были замечательные, переснять «Летят журавли», все будут все равно говорить, что это был Колотозов, а это вот там. Нет, это выброшенные деньги. Здесь все вообще сложно. Ведь, наверное, мало... Смысл, я пытаюсь понять. Смысл загасить очередной раз государственные деньги и дать заработать своим. У нас же сплошное кумовство, родственные, так сказать, связи, непотизм, так сказать, в искусстве. Там же просто талантливый человек со стороны, с ним никто разговаривать не будет. Ну, за это же придется, за провал придется отвечать. Кто? Каким образом? Деньги казенные. Они списываются и все. Как? Ну, взяли, потратили несколько миллионов, как минимум. И что? И в прокате получили в 10 раз меньше, чем ты делал. Да еще критику издевательскую. Хоть какого-нибудь режиссера за это отлучили от профессии? Нет. Наверное, не отлучили, но, может быть, больше грантов он не получал. Может быть, я не знаю. Если он... Тот человек, который получал гранты до этого, он получал их не за талант, а за то, что, так сказать, были люди, которые там были заинтересованы в том, чтобы он получил грант. И они точно так же будут заинтересованы в этом, когда он снимет провальное кино. Ну, скажем, ну, не доросли еще до этого кино. Вот и все. Ну, я... То есть эта система у нас, к сожалению, не работает. Не работает. Вот. А для того, чтобы она заработала, нужно в корне менять и политику фонда кино, и министерство культуры, и союза кинематографистов. Единственная структура, которая более-менее, так сказать, даже более, я бы сказал, чем менее, соответствует тем задачам, которые стоят перед отечественным кино, это масс-фильм, который возглавляет Карен Шахназаров. Вот, пожалуй, единственная структура. Все остальные свои ответственность перед зрителем, перед обществом провалили. Есть потрясающие подборки «Золотая коллекция масс-фильмов». Эти фильмы никогда не удастся повторить. Я понимаю, вваливать деньги в то, чтобы их сохранять. Реставрировать эту пленку, не красить ее, если это черно-белое, а реставрировать, да? Оцифровывать, чтобы она там еще сохранялась 100 лет, 200, не знаю, сколько это нужно. Делать ее вечно. Я понимаю, это стоит денег. И немало. Вот на это не жалко. А на ремейк шедевра, ну это глупость, ремейк шедевра, это, знаете, я прочитал где-то, что, значит, а что вы организуете, значит, в Тавриде? Как называется ваш семинар? Конвейер талантов. Я говорю, ничего не нормальное? Какой может быть конвейер? Конвейер бездарности может. Конвейер талантов быть не может. Потому что талант – это уникальная вещь. И, кстати говоря, у нас даже в критике нашей и литературной, и театральной, и киношной, и изобразительного искусства практически выпало слово «талант». Я давно не читал рецензию, которая начиналась так, что вчера я посмотрела талантливый фильм. Понимаете? А это же в искусстве главное – талант. Нет таланта. Кстати, в журналистике тоже. Вот я считаю, что вечерняя Москва делается талантливой. Очень хорошая. И предлагаю закончить на этой оптимистической ноте. Да, потому что время наше подходит к концу. Но был еще один момент, который мы должны обозначить. Дело в том, что у Юрия Михайловича было предложение, которое, мне кажется, просто прям замечательно подходит для нас. Но вы, наверное, сами его озвучите по поводу... Я предложил на базе вечерней Москвы, учитывая ее популярность среди читателей и охвата аудитории, организовать такой... У нас даже эта формула родилась в разговоре. Я с ней не пришел, она в разговоре родилась. Опорный пункт русского языка. Опорный пункт защиты русского языка. Был раньше опорный пункт охраны общественного порядка. Можно опорный пункт охраны русского языка. Куда будут присылать наши читатели, зрители материалы, фотографии, какие-то видеозаписи, какие-то просто, значит, свои комментарии по поводу идиотского использования русского языка везде. На телевидении, на радио, в вывесках, в афишах и так далее, и тому подобное. И эта газета на своем сайте, на своих полосах будет, значит, отражать. И, понимаете, когда... Это мы возвращаемся, в общем, к очень правильной рубрике советских изданий. Нарочно не придумаешь и не проходите мимо. Были самые популярные рубрики. Ну, кстати, да. И когда какой-нибудь горе-бизнесмен увидит себя на страницах или на сайте вечерней Москвы и вывеску своего заведения, может, он почешет, значит, решит, что, ну ладно, так сказать, куплю очередной майбах, так сказать, на месячишко попозже и поменяю вывеску, чтобы сделать, так сказать, все-таки добро русскому языку. Вот такая идея. Ну, мне кажется, что идея отличная, адрес редакции известен, и мы будем ждать. Мы это все как-то оформим, об этом еще поговорим, поскольку у нас обязательно будет еще бумажная версия беседы, то здесь, ну, какой-то мы придумываем адрес, там как-то это назовем. В общем, ну, следите. Короче, следите за нами. А мне хочется вам сказать огромное спасибо за то, что вы были с нами. Спасибо, Юрий Михайлович, что он нашел время к нам прийти, приехал к нам из своего поселения, как мы теперь знаем. Ну, попередил. Поэтому спасибо вам большое, и до новых встреч в эфире передачи «Еще не вечер». Спасибо вам большое. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»